За решеткой особый мир, свои правила поведения, свои взаимоотношения. Здесь сидят те, кто нарушил закон. ЛИУ-7 единственное в России лечебно-исправительное учреждение, где содержатся осужденные женщины со всей страны. Они не просто отбывают наказание, но и лечатся от алка и наркозависимости. Проходит реабилитацию. Леня, 38, начала употреблять наркотики в 15 лет. За решетку уже в шестой раз. Наркотики приводят в тюрьму. Первый раз меня арестовали за то, что у меня были при себе они. Я освобожусь в 40 лет, а у меня нет ничего. Сейчас в колонии около 660 женщин. У каждой своя история. Я осталась сейчас одна, и у меня есть дочка маленькая. Первый раз меня посадили, ой, не посадили, а судили в 18 лет. Дали мне условно, я отходила условно. Все было хорошо. В 2008 году я похоронила брата. Вот. И как-то вот судьба у меня наломилась. Я начала принимать наркотики. К чему привело 10 лет уже не свободно. Девчата, не губите свою судьбу. Ничего хорошего здесь нет. Ну, очень много окружает нормальных девчонок. Сейчас много, я поняла. Даже позднее осознание своей вины заставляет осужденных искать цель в жизни. В ЛИУ-7 они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Практически все трудятся на швейном производстве. Работа посменная. На территории колонии есть пекарня, подсобное хозяйство. Трудотерапия лечит души. Мы всегда с интересом и любопытством смотрим сюжеты и передачи о жизни за решеткой. Истории о людях, которые там оказались. Но каждый при этом думает, что его это никогда не коснется. И никто не может представить, что окажется в местах лишения свободы. Но всего один неверный шаг, который может перечеркнуть всю жизнь. И разделить ее на до и после. Один из основных признаков правового государства – его способность обеспечить соблюдение прав и свобод своих граждан. В том числе и осужденных. Люди, которые совершили преступления, имеют право на защиту. Сегодня в программе правовое поле о реализации этого права в Чувашской Республике. Гость программы – прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Чувашской Республики Евгений Ортиков. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Здравствуйте, Татьяна. Расскажите, что это такое спецпрокуратура и чем она занимается? Чебоксарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях Чувашской СССР была создана в 1983 году. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав осужденных и за соблюдением законов администрациями исправительных учреждений. Это основная цель нашего надзора. Основная наша работа – это не кабинеты, это колонии. Мы должны находиться на местах, то есть общаться с администрациями учреждений, общаться с осужденными, выявлять те недостатки, которые имеют место быть и устранять их в оперативном порядке. Чем раньше, тем лучше, желательно на месте. Сколько сейчас исправительных учреждений в Чувашской Республике и сколько людей там находится? На территории Чувашской Республики находятся 9 исправительных учреждений. Это 6 мужских колоний и 3 женских. Если говорить по видам режимов, это 3 колонии строгого режима, 4 колонии общего режима, 1 колония поселения. И особо необходимо отметить лечебное исправительное учреждение – это женская колония общего режима, которая является единственной в России. На сегодняшний день в колониях содержится 5523 осужденных. В прошлом году эта цифра составляла 6518 человек. В текущем году количество лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы в Чувашской Республике меньше, чем в прошлом году, на 15,3%. Я так полагаю, это масштабные изменения в государстве, это изменение общества, менталитета, правосознания людей. То есть можем ли мы сказать, что люди стали меньше совершать преступлений? Или это все-таки еще и с другими какими-то факторами связано? Да, люди стали меньше совершать преступления, абсолютно верно. Решающее значение имеет политика государства в области уголовно-правых отношений, то есть гуманизация уголовно-правой политики. Необходимо отметить позицию судов, то есть судебная система исходит из того, что лишение свободы, это наиболее строгий вид наказания, который можно применить в настоящее время. Оно назначается только в случае, если человек не может исправиться без изоляции от общества. Только в этом случае. Ведь они не просто находятся в помещениях исправительных учреждений и проводят там время. Вот на что у них есть право и какие у них обязанности? В плане обучения, труда? Говоря о правах осужденных, в качестве первого права, самого главного, из которого вытекают остальные права, наверное, нужно обозначить право на получение информации о своих правах и обязанностях. От кого? От администрации. Администрация, учреждение обязана обеспечить предоставление этой информации осужденным. Следующее право – это право пользоваться религиозной литературой, предметами культа, совершать религиозные обряды. Следующее право – это право на охрану здоровья. Здесь необходимо остановиться более подробно. Если сказать в целом, то организация работы по медико-санитарному обеспечению в Чувашии находится на должном уровне. Функционирует 8 филиалов медико-санитарной части, 3 больницы, из которых одна республиканская и две туберкулезных. В то же время к нам поступает значительное количество обращений осужденных о ненадлежащем медико-санитарном обеспечении. При личном приеме на территории К2 обратилась осужденная, которая сказала, что в принципе у нас все нормально. Единственное, зубы болят, а никто их не лечит. Начали проводить проверку, выясняется, что в учреждении предусмотрена 1 четвертая ставки стоматолога. То есть не ставка, даже не полставки, а 1 четвертая. Месяц – это порядка 4600 рублей. Естественно, на такую зарплату ни один врач не идет. То есть специалиста даже не было вообще, медика, врача не было. Да, стат был, а врача не было. Естественно, ситуация недопустима. Вы сами представляете, что такое зубная боль и что происходит с человеком, которого не лечат. Непосредственно в ходе проверки начальник вкуса МСЧ-21 Почуварской республики Наталья Сергеевна Семенова приняла решение, после принятия мер реагирования, приняла решение о еженедельном направлении врачей-стоматологов с города Чебоксары в город АлатРа для проведения лечения. Решаются вопросы по поводу заполнения вот этой ставки. И на сегодняшний момент проблема решена. Следующее право – личная безопасность. Все люди, в колониях тоже бывают конфликты. И в настоящее время двое осужденных находятся по постановлению начальников учреждений в так называемых безопасных местах. К ним поступали угрозы со стороны других осужденных. Для этого… Это в мужских колониях, в основном? Это мужские колонии, да. Для этого они были перемещены в безопасное место. А по фактам противоправных действий, проводится соответствующая проверка, будет принято соответствующее решение. Право на образование. Уголовно-исполнительное законодательство рассматривает получение образования как одно из средств исправления осужденных. Даже как средство и профилактики, и исправления, и реабилитации. Да, абсолютно верно. Это предупреждение преступлений. Серьезных нарушений закона в этой сфере не выявлялось. Что касается права на труд в отношении лиц, которые отбывают наказание. Это право корреспондирует с обязанностью. Несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации записано, что труд свободен, исходя из конституционных принципов и норм, а также норм международного права, лицо, которое отбывает наказание в виде лишения свободы, обязано трудиться. И этот труд принудительным, то есть является законным, обоснованным. И можно принудить человека к тому, чтобы он трудился. Это одно из средств воспитания осужденных посредством труда. Кроме обязанностей трудиться осужденным существует еще ряд обязанностей. это соблюдать законы, соблюдать распорядок дня, выполнять требования администрации учреждения, бережно относиться к имуществу, соблюдать требования пожарной безопасности, быть вежливыми в отношениях между собой и с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а также ряд других обязанностей. С какими нарушениями прав осужденных вам чаще всего приходится сталкиваться? На что жалуются сами осужденные и их родственники? Вот что прям часто очень. В текущем году спецпрокуратурой выявлено порядка 600 нарушений закона, и в целях их устранения мы внесли более 300 актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 279 сотрудников из правительных учреждений к административной ответственности 30 должностных лиц. Наиболее сложные, наиболее важные вопросы нарушения законов – это следующее. Первое – это применение мер дисциплинарного взыскания. Осужденные зачастую не согласны с ними. Как я уже отметил, мы проводим проверки об основанности законности наложения мер взыскания. При наличии оснований мы их отменяем. Есть выражение «предупредить легче, чем потом устранять последствия». Давайте посмотрим сюжет о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и о профилактике повторного нарушения закона уже после освобождения из колонии. Весной этого года в Новочебоксарске 19-летнего молодого человека приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за незаконный оборот спайсов. Его 17-летний друг за это же преступление отправился в воспитательную колонию на 4,5 года. В сентябре еще два молодых человека получили срок за распространение спайсов. Одному из них назначили максимальное наказание – 10 лет колонии строгого режима. Очень страшно, когда в преступную среду вовлекаются дети и совсем еще молодые люди. В течение всего 2019 года на территории Чувашской республики наблюдался рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. Только за 9 месяцев этого года возбуждено 84 уголовных дела в отношении несовершеннолетних по статье 228 прим. 1 Уголовного кодекса. А за аналогичный период прошлого года таких дел было 74. Перед судом предстали 12 несовершеннолетних, в том числе несколько девушек. Уже за решеткой многие осознают, что сломали свою жизнь и вернуть потерянные годы невозможно. Я бы хотела посоветовать девочкам, которые сейчас вот в таком возрасте подростковом находятся, не попадаться на всякие уловки нынешней молодежи. Кто-то говорит, попробуешь один раз, ничего не случится, но все в жизни надо попробовать. Я жила таким принципом. Нельзя. Нет, я попробовала. Нет, одного раза не бывает. Все выходит потом в продолжение. И это не нужно просто ради вот этого мнимого удовольствия ломать судьбу. Нет, этого не нужно. И заканчивать свои дни в тюрьме. В лечебно-исправительном учреждении в Цивильском районе делают ставку на полноценное возвращение осужденных к жизни. Недавно там открылся реабилитационный центр «Аврора». Здесь за полгода до окончания срока специалисты готовят женщин к выходу на свободу. Создают атмосферу дома. За чаем встречаются с психологом, социальными работниками, представителями общественных организаций, церкви. Обсуждают свои проблемы. Комплексная работа по всем направлениям помогает женщинам пересмотреть свои ценности в жизни, пересмотреть свои взгляды, пересмотреть всю свою прошлую жизнь и переоценить. Мы своих женщин после освобождения не оставляем без внимания. То есть мы их передаем нашему наркологическому диспансеру в городе Чебоксары, которые продолжают с ними вести профилактическую работу. Про эффективность профилактических мероприятий можно судить по цифрам статистики. Второй год подряд в нашей республике наблюдается существенное уменьшение количества смертоубийств, то есть криминальных смертей, так называемых. Только за 10 месяцев текущего года от причин криминального характера погибло 63 человека, в то же время как за прошлый год погибло 80 человек. То есть 17 жизней, можно сказать, были уже сохранены в текущем году, что на наш взгляд совершенно немало. И на наш взгляд работа всех субъектов профилактики, в том числе прокуратуры, в этом управлении деятельности, она очень активна и очень полезна. Евгений Владимирович, как Вы считаете, насколько эффективна профилактика правонарушений, повторных правонарушений в колониях, профилактика рецидивов? Касательно методики, я бы один метод не выделял, я бы рассмотрел именно совокупность методов. Комплекс, да? Да, то, что предусмотрено уголовно-исполнительным законодательством, только в комплексе требования к осужденным соблюдать закон, соблюдать правила внутреннего распорядка, трудиться, учиться, если есть к этому необходимость, вежливо относиться к другим осужденным и к администрации исправительного учреждения. Вот, только этот комплекс мер в совокупности может привести и должен привести к тому, что лица, которые один раз попали в исправительное учреждение, в последующем туда не возвратятся. Спасибо, Евгений Владимирович. Спасибо. У нас в гостях был прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чуварской республики Евгений Ортиков. Защищать права осужденных необходимо. Поскольку, если у человека в тюрьме будут приемлемые условия существования, возможно, он не озлобится еще сильнее, и у него появится надежда на достойную социальную жизнь в будущем. Это была программа «Правовое поле». Я ее ведущая Татьяна Трофимова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова